Говорят, да, да, ты, короче, из девайса жди, посылка придёт. Бабосики, где мои денюшки? Вот что я получил. Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет немножко необычный ролик. Ничего я вам сегодня показывать не буду, подборок никаких не будет, а расскажу вам небольшую историю, которая случилась со мной совсем недавно. Все вы знаете, может не все знаете, что в Китае есть магазин Тонтоп, это типа магазин типа Banggood, типа Gearbest, только называется Тонтоп. Я с него делал уже множество заказов, как бы всё было вроде бы нормально, но тут настал тот день, когда меня кинули. Кинули не на 100%, как оказалось, потому что посылку, которую я заказывал, которая шла непонятно сколько и непонятно где она была за мои бабки, сейчас я расскажу. Сегодня посылку я получил, но прикол в том, что я заказывал в магазине Тонтоп 12-го числа прошлого месяца. Заказывал две посылочки, меня попросили заказать, вот, и как бы я умею заказывать, у меня есть вебмане, я оплатил, заказал. Одну посылку заказал обычной доставкой, а одну посылку заказал экспресс-доставкой, потому что нужно было срочно, эта посылка в общем, в экспресс-доставке писалось 4-10 дней доставки. Я такой посмотрел, думаю, 4 дня, в лучшем случае, ну в худшем, десяточку, ну подожду, ладно, 36, ой, 30 долларов, 31 доллар вроде была доставка, экспресс-доставка 30 бачей, нормально, да? Вот, у меня там было еще минус 6 долларов какими-то баллами, скидками, в общем, заплатил я 26 долларов за доставку экспресс. Но что я получил? Вот что я получил, а не экспресс-доставку. Уже можете посчитать, сегодня у нас третье число, и снова 3 сентября. Вот, и сегодня я забрал посылку, а должна она у меня было бы быть 22 числа. Заказывал 12, 10 дней, 22. Ну в худшем случае там, ладно, 2 дня у них на отсылку, 24, ладно. Вот, и что дальше происходит? Пишу я этим оленям, пишу, что ребята, как бы, мол, где моя, пишу я, забегаю немножко вперед, написал я им тогда, когда посылка уже не тречилась. 18 числа она была в Гуанчжоу, она там, у нее был последний, ее трек, короче, можно там ее было тречить, и все, она пропала. И до сих пор, до вчерашнего дня, короче, до любого дня, в принципе, она не тречилась. Все, я посылку найти не мог. Я думал, хорошая экспресс-доставочка, 30 долларов, огонь. Вот, думал, что посылка потерялась. И что еще хочу сказать. Мне, я вам сказал сразу, да, что я заказывал две посылки. Одну посылку экспресс-доставкой, вторую посылку обычной доставкой, бесплатной доставкой. Мне посылка с бесплатной доставкой точно же такой же товар, в один день заказывал, с разницей в пару минут. Мне она быстрее дошла. What the fuck? Где логика? Я не знаю, где, блин, я просто нет слов. Я им пишу, что, ребятки, понимаю, посылка потерялась. Окей, заказываю не впервые. А деньги отдайте? Деньги отдайте мне бабло. Бабосики, где мои? Денюшки, денюшки отдайте мне. Они, типа, они мне пишут, эти вот, их не менеджеры. Сейчас я переписку все покажу, можно будет поржать и удостовериться по факту. Они пишут, что, мол, посылка, там что-то теря-пери, мы не отвечаем за доставку, хотя 30 бачей с меня взяли, да, 4-10 дней должна была быть доставка. Мы не отвечаем, короче. Я не я, посылка не твоя и не наша, короче. Делай, что хочешь, а не делай ничего. Жди, короче, жди. Любезно подождите. Мы вам бабки не вернем. 30 бачей за экспресс-доставку нормально. А, и, короче, ждите. Я говорю, типа, ребятки, не, меня так... А, нет, они говорят, что 5 баксов вас устроят. Типа, вот мы вам сейчас на счет скинем 5 долларов. Я говорю, не, ребятки, 5 долларов, дите в жопу, не устроят. Вот, ну и, короче, они говорят, мы извиняемся. В жопу их неизвинения вообще, мне вообще не волнует их неизвинения. Мы, типа, извиняемся, тыры-пыры. Жди, короче. Я говорю, окей, бабки верните, уроды, гады. Бабки мне верните, сволочи. Ты на пенек сел, должен был кассера дать. Бабосики, 26 долларов на карман должно упасть. А упало что? Вот, дули, даже дули не упало. Вот, даже 5 долларов. Ну, пошли они лесом за своих 5 долларов. Мне интересно. Вот, и, короче, жди. Ну, я ждал-ждал, говорю, ладно, окей. Видосик, думаю, будет интересным. Будут, будете знать, как заказывать в магазине TomTop с экспресс-доставочкой. Менеджерам вообще, походу, насрать на всех и на все. Они, типа, затыкают рот, говорят, да, да, ты, короче, издевай, сожди. Посылка придет. Когда ты? Я говорю, скиньте мне местоположение на данный момент моей посылки. Это я еще писал в том месяце, в конце месяца. Где моя посылка? Где? Ну, вот вам трек-номер, вот вам ссылку на программу, на сайт, который тречит, покажет, где ваша посылка. А я говорю, вы что, гоните оленей в Гуанчжо 18-го числа? Где посылка, где бабки, на карман бабки упало, а? Ну, упали, где? Ничего не упало, я тут сижу, как... Я, блин, просто в шоке, слов нет, понимаете, да? Вот так вот заказывать в китайском магазине TomTop. В принципе, в других магазинах у меня подобных инцидентов не было. Все быстро, ну, как даже если долго, то достатка бесплатная. Все доходит, и как бы менеджеры других, вот в Бангуде, например, менеджеры вообще нормальные. Вот, в общем, TomTop не the best. Вот, и давайте я вам покажу тогда переписочку, в принципе, и поржем. Покажу товары, вот, если как бы, чтобы не казалось, что я тут несу пургу просто так. Сейчас по факту посмотрим с вами. Итак, значит, смотрим, магазин TomTop, вот, TomTop магазин, смотрим наш заказ. Вот, значит, были сделаны два заказа, один 20, так, 08.12, 08.12, один в 19.17, другой в 19, в 19. Вот, то есть, понимаете, да, в один тот самый день, в одно почти то самое время. Это безнос бесплатная доставка, это у нас платная доставка, видите, да, 135, 153, вот. Вот, и, значит, вот наш трек-номер, вот я уже его отследил, вот наш трек-номер, сможете сверить, кто там не верит. Вот, значит, смотрим, у нас она пришла 2 сентября, ну, пришла, да, 2 сентября, забрал я его 3-го. Итак, вот, покинула она 16 сентября, отсылка, посылка принята, как бы нифига себе, я 12-го заказал, да, 4 дня. У меня, то есть, она 16-го числа, она уже, в принципе, могла бы у меня быть на руках, вот, а не только отправиться. Уже, как бы, блин, вы что там офигели, я заказываю у вас 12-го, вы мне 16-го отправляете, хотя посылка, хотя товар у вас есть в наличии, я заказываю экспресс-доставку. Ну, ладно, окей. Так, погнали, погнали, погнали. Вот у нас, 18-е, 18-е число, среда, а не церпня по-украински, 8-й месяц. Вот, Гонжоу, окей. То есть, 18-го числа была, а потом аж 31-го, да, уже затречилась. Где она была вот эти вот дни, с 18-го по 31-е? Если бы вы отправили 18-го числа, то она у меня вообще должна была бы быть 28-го. То есть, как бы уже, да, какая-то фигня. 31-е, 31-е, это уже у нас на таможню она пошла. Вот 1-е сентября и 2-е сентября 3-е. То есть, понимаете, да, заказал я по факту 12-го, заказ был сформирован 12-го числа. Товары у них есть на складах. Они отправили 16-го, как бы, блин, уже фигня какая-то. И потом оно, аж, оно 18-го числа застряло в Гонжоу, непонятно, где таких киоскок, я не знаю, там, и что. Китайцы их пересобирали, настраивали, блин. И потом она аж уже тречилась 31-го числа. Окей, думаю, ладно, хорошо, верните бабки-сволочи. Смотрим переписочку, значит, да. Вот они пишут, дорогой, там Вячеслав Самборский. Сейчас я скопирую. И вам буду переводить. Извините за задержку с ответом. Мы получили отзыв от нашего коллеги. Этот был заказ отправлен 13-го августа. Серьезно? 13-го? Да что вы говорите? А вот только что было у нас, да, в трекинге, что 16-го. Так, что-то монитор грязный. Вот. Это на пути вашу страну. Мы позволили там. Мы позволили нашей транспортной компании ускорить. Ускорить? Серьезно? Да нифига себе вы быстрые. Не могли бы вы подождать до несколько дней мне вот это слово терпеливо. Я вам что, терпила? Свинья, а? Я вам сейчас покажу. Сейчас я вам покажу, бляха. Сейчас. Терпеливо. Сами вы будете мне терпеливо ждать. Я им пишу. Нет, я не буду ждать. Отдите в жопу. Я уже теряю деньги из-за того, что товар не в моих руках. Я заплатил деньги. И вот отмечаю за экспресс. Сука, доставку. Сроки, которые давно закончились. То есть, чтобы понимали, я уже им писал 28-го числа. 28-го августа, да? А посылка у меня должна была бы быть хотя бы 26-го. Это в самых худших голимых сроках. Они мне что пишут? А вот эти вот файя. Файя. Файя у них. Файя нет, вайфая. Я сейчас сделаю вам файя. Мы очень сожалеем, что не принесли вам неудачные покупки. Международная правка не может контролироваться. Иногда это будет небольшое. Посрать мне. Я конечный потребитель. Я бабки заплатил. 30 баксов. Мне претензий, грубо говоря, нет. Верните бабки. Нет, претензий есть в смысле. Если вернете мне бабки за экспресс-доставку, как бы, ну, как бы ладно, да? Я уже прощу, скажем так. Мы не можем вернуть вам этот момент. В этом случае, пожалуйста, откажитесь подписать. Когда она вернется к нам, мы подадим заявку на полный возврат средств. Они подадут заявку на полный возврат средств. Суммы цены товара, но не доставки аж никак. То есть, даже если бы я отдослал бы вот это вот все дело, вот, хотя того товара, которого у меня еще не было, то они бы мне вернули бабки за товар, а за доставку нифига. Вот, я вот пишу, что возврат за и про доставку. Если у меня будет вару без сетера, я откажусь от них, и он вернется к вам. На данный момент вврате за и про доставку. Это кто пишет, я им или они мне? А, вот я им пишу, да. Они мне что пишут, гады. А, вот, про 5 баксов, слышишь, да? 5 долларов, говорит. Так, спасибо за ваше письмо, искренне извиняюсь, досраки мне ваши извинения. Когда вы получите, вы можете подать заявку на 5 долларов в США, это приемлемо? Нет, бляха, это неприемлемо. 26 бачей на базу мне гоните. Я вот им пишу, что вы там вообще зажрались, гады. Вы не умеете шутить. Я вот как бы уже говорю, что вы офигели, 5 баксов, это шутки, чешок. Я заплатил 26 баксов, у меня нет посылки. В общем, как вот, что вы, вы все видите, что я им писал, да? Что они мне отвечают? Типа там, Вася, извини, короче, тырым-пырым. Вот, диар-диар, извините. Мы не могли вернуть способ прав... Способ доставки является правильным. И он потратил стоимость. Вы что там, охерели? 30 бачей, 26 бачей. Посылка мне дольше и шла, чем бесплатная доставка. Способ... Он... И он потратил стоимость? Что он, ослов купил? Что мне эти ослы, я не знаю, с кем так... С конями, которых ноги переломаны, довезли мне посылку? Чешок через... А никуда, блин, везли? Через Зимбабве? Или что? Или кого? Ну, в общем, как бы будем заканчивать эти вот переписочки, да? Еще он поржен, да? Сегодня я получил... Вот, это уже день, который я получил вторую посылку. Которая уже была заказана с бесплатной доставкой, которая пришла быстрее. Вот, я пишу, что это доказывает, что посылка была утеряна. И я прошу вас вернуть мне всю сумму. Немедленно. Тот факт, что посылка была утеряна, ваша проблема не моя. И ваши проблемы с доставкой меня не интересуют. И мне вообще до самой жопы, что вы там мне втираете. Короче, берите деньги в полном размере и повторно отправьте тот же товар. Ну, я тогда был уверен на 102%, что товар утерян. Потому что где он должен был бы быть? И, короче, последний... Ну, не последний ответ, но, как бы, там они уже льют воду ту самую, что, типа, извините, тырым, тырым... Извините за беспокойство. Два заказа с другим... Типа, второй заказ с другим способом доставки. С бесплатным способом доставки пришел быстрее. Офигенски. Мы не позволим вам взять потерянные. Мы не позволим вам взять потерянные. Пожалуйста, подождите это терпеливо. То есть, они, видимо, думают, что я терпела. Терпеливо я буду ждать. Нет уже, ребятки, извините, терпеливо. Хотя, что, извините. Идите в жопу, блин. Извиняться, как бы, не за что. Вы мне отправили... Не отправили, доставили посылку. Ну, фиг знает, когда. Вообще, и она мне не нужна. Если я заказываю посылку с экспресс-доставкой, в которой доставка 4-10 дней, так значит, мне посылка нужна уже через 4 дня. Ну, окей, через 10 дней тут же, что говорить. Я уже должен был быть... Должен был бы ее отправить человеку, который у меня попросил. А так, блин, получается, что я кидаю человека, вы кидаете меня, а я кидаю человека. За какой фиг вы меня должны кидать? Я вам бабки заплатил. Экспресс-доставка, все хорошо. В общем, да, вот такая вот история небольшая. Магазин TomTop. Менеджеры там, FIRE. Очень вот так, говнище. Не советую покупать с экспресс-доставкой. В принципе, я в магазине покупал. Есть цены на... Короче, что я вам буду говорить. Не покупайте. Лучше перейдите на Banggood, потому что Gearbest на многие товары дорогой. Ну, как я смотрю. Хотя, на некоторые товары тоже хорошие. Нормальные цены. Но TomTop, типа, серьезно? Не, окей. С обычной доставкой у меня лично к ним претензий нет. Обычная бесплатная доставка. Они, видимо, наладили как-то вот это все дело. Но с экспресс-доставкой... Ребятки, меняйте перевозчика. Я не знаю. Как-то договаривайтесь. Возвращайте деньги. Это не работа. Вот это вот не работа. Меня так еще, говорю, ни разу не кидали, не обманывали с доставкой. Потому что я считаю, это кидок. Самый натуральный кидок. Я заказал товар, я заплатил деньги. Заплатил экспресс-доставку. А мне вот говорят, слышишь? Валерик, вот ты будешь иметь шиш. И ничего больше. Вот так вот. Такая история. Не знаю. Ставьте лайки и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не подписывайтесь. Как говорят... Как там кто-то говорят. Здесь говорят правду, да. Вот так вот. А вот так вот. Магазин там топ. На сегодня пока что вот так. Хорошего вам дня. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok